В гольфе я играю неплохо и с удовольствием попробую себя на этом поле. Вымешиваю по кругу очень медленно. Скорость нормальная? Да, вполне, но никогда не останавливайся. Меня проверяют, смогу ли я остановиться. Это игра такая, видимо. Приятного аппетита! Я не представляю, что будет там, на самом последнем, пятом этаже. Слава богу, я не настолько высокая, что здесь нагибаться. Всего лишь метр шестьдесят. Ну и достаточно худая. Вот теперь мне предстоит самое опасное. Я вообще не знаю, на самом деле, готова ли я к этому. Да, говорили мне ходить на уроки ОБЖ в школе. Даже не знаю, как зацепиться за это. Я тебе говорю! Я пошел, я знаю. Я еще не знаю, что я буду хлеб. Я по-руточку, я тебя все-таки не знаю. Я буду лечить на уроки. Хорошо. Я понятия. Хорошо. Хорошо. И scene. Север Италии. Страна Альп. Рай для горнолыжников и самый интернациональный регион страны, граничащий со Словенией, Австрией, Швейцарией и Францией. Здесь можно с успехом совместить катание на лыжах во всемирно известных Вальдаоста или отдыхом в маленьких процветающих колоритных городках. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих и, конечно, богатая история. Привлекательность провинции Бьелла также связана с различными проявлениями местной культуры, традиционным производством шерстяных тканей высокого качества, художественными изделиями ремесленников, богатыми гастрономическими традициями и превосходными винами. Кроме того, Бьельские Альпы с их дикой нетронутой природой – это чудесное место для активного отдыха в течение всего года. Здесь, дорогие друзья, каждый найдет развлечение на свой вкус. Вас ждут пешие прогулки, трекинг, подъемы по оборудованным скальным участкам, альпинизм, маршруты для снегостопов, а также экстремальные развлечения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любителям изысканного и умеренного отдыха точно придется по душе гольф-клуб Кавалия. В гольфе играю неплохо и с удовольствием попробую себя на этом поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А поможет мне инструктор Марко. Привет, Марко! Рада, наконец, с тобой познакомиться. Привет! Сегодня ты поможешь мне профессионально научиться играть в гольф? Да, я здесь для этого. Я в предвкушении нашей сегодняшней игры. До сегодняшнего дня я и поверить не могла, что в Италии гольф почитается как один из самых главных видов спорта и что у него так много любителей. У вас, наверное, совершенно другие правила. Одно, я скажу точно, это непростая игра. В нее играют целеустремленные и очень терпеливые люди. История этого места насчитывает уже более 20 лет и за это время успела завоевать популярность как местных жителей, так и туристов. Почему? Узнаем прямо сейчас. В гольфе я играю неплохо, но все-таки надеюсь, что итальянский коллега сможет меня чему-нибудь научить. Может, даже я его обыграю потом. Окей, Марко, с чего начать новичку, который никогда не держал в руках эту клюшку для гольфа? Подожди, я даже вспомню название. Айрон. Да, молодчина, ты подготовилась. Всего разновидностей клюшек для гольфа более 29 штук. Однако наиболее распространенный – это вот такой айрон. Это клюшка с металлической головкой. Она предназначена для ударов на средние короткие расстояния. Теперь давай займемся правильным хватом клюшки. От него очень сильно зависит твой удар. Мне так стыдно из-за того, что я давно не тренировалась и даже забыла, как держать клюшку. Стандартная стойка для удара – это сбалансированная, гибкая стартовая позиция для нужного удара. Нужно встать с боком к мячу и поставить ноги на ширине плеча. Немного согнуть ноги в коленях и отвести бедра назад, при этом держа спину ровной. Да, задача не из легких. Готовься, я буду тебя подкалывать. Тебе комфортно, да? Да, но, боюсь, меня потом ты не разогнешь из этого состояния. Главное не комфорт, главная тактика. Подкрутив бедра. Это позволит максимально высвободить силу для удара и при этом не потерять равновесие. Потом, естественно, мы будем делать все намного быстрее, а сейчас нужно еще потренироваться. Спасибо, Марка. Но на самом деле я сама знала, как все это делается и как играть в гольф. И сегодня я постараюсь обыграть Марка. Посмотрим, получится ли это у меня. Окей? Окей. Стоит отметить, что ни одна Шотландия претендует на звание родины гольфа. Вторая страна – это Италия. Еще бы, ведь ландшафт этой небольшой страны удивительно разнообразен. Возвышенности сменяются озерами, поля плавно перетекают в леса, а те, в свою очередь, взбираются все выше, в горы. Такой рельеф как нельзя лучше подходит для игры в гольф, чем итальянцы активно пользуются. По всей территории страны насчитывается 258 полей и лужа для гольфа. А мы начинаем нашу игру. Все на рейндж! Друзья, тем, кто думает, что гольф – это скучно и неинтересно, это совершенно не так. Хотя, думаем, что вы и сами все видели. Попробуйте себя в роли настоящего гольфиста, и вы точно не пожалеете. А знаете ли вы, что 60% всемирного культурного наследия находится именно в Италии? А знали ли вы, что в регионе Пьемонт есть городок среди лесов и гор с богатой историей и старинными традициями, искусство, гастрономические изыски, литературные фестивали и многое другое? Провинция Кунио – одна из недооцененных иностранными туристами сокровищ настоящей Италии. И сегодня вы в этом убедитесь. Вперед! Этот город был основан в 1198 году. Он находился на перепутье дорог из Франции в Пьемонт, поэтому здесь разворачивался рынок сельскохозяйственной продукции с Альп и близлежащих равнин. В 1259-м автономная жизнь коммуны закончилась. Слишком уж могущественные были у Кунио соседи. Кунио вместе с Альбой стали главными анжуйскими городами Пьемонта. Кунио был столицей округа, городом с особыми привилегиями и собственными деньгами. С переходом Кунио к Савойе начался новый период истории – от коммуны к Савойскому государству, который сопровождался ростом и окончательным формированием города. В 16-м веке Кунио пережил ряд длительных осад. В 1559-м году герцог Савойский Эммануэли Филиберто пожаловал Кунио титул города и возможность иметь свой герб. В 1859-м году создается провинция Кунио. В это время начинается бурный рост города. Строятся дома, закладываются площади. Именно в то время была разбита центральная площадь Галимберти. В то время она называлась площадь Виторио Эммануэля II. Мы приехали в городок под названием Вика Форте – город искусства и духовной жизни. Он раскинулся вдоль возвышенности, а местность, где он находится – зона холмов между расположенными южнее Приморскими Альпами и равнины на Западе и Востоке. Городок существовал уже в эпоху Древнего Рима, и тогда он носил название Викус. От эпохи Средневековья нам достались наследство остатки зубчатой башни замка, возвышающегося некогда над городом. Двигаясь по центральной площади Пьяцца Виторио Эммануэля I, мы достигаем главную достопримечательность – церковь Вика Форте, окружена четырьмя угловыми башнями и увенчанная круглым куполом, спроектированным Франческо Галло. Изнутри ее покрывает, внимание, 6000 квадратных метров фресок эпохи барокко. Пожалуй, именно с нее стоит начать знакомство с этим городом. Приготовьтесь, нас ждет захватывающее приключение! Вы, наверное, спросите, для чего нам такая экипировка для скалолазания? Сейчас сами все узнаете! Весь городок расположен вокруг санктуария. Главная площадь называется Пьяцца Эммануэля I и находится напротив церкви. Вокруг нее полукругом расположены невысокие здания. Этот проект застройки принадлежит архитектору Асканио Витоци XVII века. Полностью строительство было завершено на рубеже XVIII-XIX веков. Изначально эти дома были предназначены для проживания паломников. Это только первый этаж. Только 200 ступенек. Дыхание уже на исходе. Но мы все ближе и ближе к прекрасному. Я понимаю, ты устал. Мне нужно идти выше. Вау! Какая красота! И это только второй этаж. Я не представляю, что будет там на самом последнем пятом этаже. Но отсюда открывается уже панорамный вид на город Мондови и Викафортен, в котором мы как раз-таки находимся. У меня есть возможность сейчас пройтись вокруг всего собора. Как внутри, так и снаружи. Ну вот, а я не хотела одевать шлем. Как хорошо, что он у меня есть. Боже, все выше и выше. Мне сказали, что здесь уже 32 метра. 32, боже. На самом деле, я очень сильно боюсь высоты, но ради этой программы, ради неизвестной Италии, я готова покорять вершины. Аккуратненько. О-хо-хо! Боже, именно тут нужно будет перелезать сейчас. Я не знаю, как я это сделаю. Но благо, я очень худая. Так, давайте попробуем. Не вините меня, если это будет очень плохо. Главное, чтобы я просто пролезла и не застряла там. Вроде неплохо получилось. Оператор, пойдем со мной. Иди, иди, иди сюда, не бойся, пойдем. Это просто неимоверная красота. Я никогда в своей жизни не видела ничего подобного. Мы находимся настолько близко к таким потрясающим фрескам, что выглядит все настолько естественно и натурально, как будто вот я сейчас просто зайду на небо, когда мы поднимемся на самый последний этаж. Мне кажется, каждый, кто будет в регионе Пьемонт, просто обязан сюда приехать. Это не так далеко от Турина, но такая просто бесконечная красота стоит очень многого. Я не знаю, сколько бы я готова здесь была провести часов, просто чтобы увидеть это. И не могу представить, сколько художники потратили времени, чтобы просто разукрасить каждую деталь этого купола. У меня, я даже, вот честно, я задыхаюсь и вырекаюсь от того, насколько здесь красиво. Церковь, которая носит название Реджина Монти Стрегалис, была заложена при герцоге Карли Эммануэли Пером Савойском в 1596 году и увенчана полукруглым куполом, спроектированным архитектором Франческо Галло в 1733 году. Обратите внимание, это один из самых больших каменных куполов в мире и, возможно, самый большой из эллиптических. Длина купола 37 метров, а ширина 24,9. Своими размерами он может потягаться с многими куполами Европы. В 1881 году этот большой храм в маленьком городке был объявлен памятником архитектуры. Изнутри храм покрыт фресками, посвященных жизни Богоматери, общая площадь которых, как мы уже сказали, составляет 6032 квадратных метра. Попробуйте написать хотя бы один квадратный метр фрески. Впечатляет, не так ли? Живопись была закончена в 1752 году. Да, говорили мне ходить на уроки ОБЖ в школе. Даже не знаю, как зацепиться за это. Честно говоря, я очень сильно боюсь, потому что я не люблю высоту и не люблю карабкаться вот в таких неудобных условиях. Я все-таки девочка. Ну, попробуем это сделать. Так, главное не смотреть в окна, не смотреть... Не готовили меня сегодня к тому, что придется в такой неудобной одежде карабкаться куда-то, но это того стоит. В этом деле главное иметь удобную одежду, поэтому вы будете предупреждены и будьте готовы ко всему, что я тут преодолеваю для себя в первый раз. Окей. Так же хорошо, что все-таки у меня есть эта каска, иначе я бы не справилась без нее. Боже, я смогла это пройти, я смогла подняться сюда. Мне кажется, пути назад уже нет. Правда, как мы будем слезать, я не знаю, но, видимо, мне придется к этому тоже очень хорошо подготовиться. Так, тут очень трудно все пройти. Весь этот путь, в принципе, как и весь остальной до этого. Окей, окей, thank you. Здесь творится что-то неимоверное, потому что там на крыше какой-то ветродуй, так что становится очень страшно. Непонятно, в каких условиях тут. О, боже, мы идем на крышу. О, нет. Мы идем на улицу. Просто именно сегодня самый-самый сильный ветер, и надеюсь, я не настолько легкая, чтобы улететь вот так вот. Я не могу туда пойти, я боюсь. Как я туда выйду? Меня же сдует. Я же очень легкая. Я, конечно, понимаю, что за все это нужно держаться. Боже, там же так еще высоко. Так, ладно, я сделаю это. Я сделаю это, я смогу. Главное, не смотреть вниз и держаться. Вот так вот, вот так вот, за каждую часть. Фух. Боже, как же тут красиво. С каждым метром, с которым мы поднимаемся все выше и выше, такое ощущение, что мы где-то на горе, но никак не на соборе. Еще в такой экипировке мы собрались на собор. Вы когда-нибудь видели в мире такое, чтобы одевать такую экипировку, идти такой длинный путь, чтобы попасть на самую верхнюю точку купола в соборе. 52 метра. 52. Нужно, конечно, быть очень худым, чтобы пройти все это. Меня радует, что тут есть такие большие колонны. Во-первых, за них можно держаться. Во-вторых, ты особо не видишь, что происходит там внизу. Поэтому для тех людей, кто точно так же боится высоты, этот собор просто самое лучшее место. Даже по технике безопасности. Ну что ж, посмотрим, что там вверху. На самом-самом верху купола. Куда мы шли. Так долго шли. К чему мы так долго стремились. Ради чего мы были готовы побороть свои страхи. Пойдемте. Я закрою глаза, потому что это просто правда. Я не знаю, как это выглядит. Только вы видите это для начала. Все, пора открывать. Боже, я на небе? Обалдеть. Это просто ужасно страшно. Но именно сегодня сюда мы приехали для того, чтобы побороть свои страхи окончательно. Я буду рассматривать каждую детальку здесь внизу. Каждую детальку купола. Это самое красивое, что я видела в мире. Весь потолок усыпан фресками. Здесь яркими цветами представлен триумф Христа с ангелами, который держит плащаницу. Чуть ниже изображены пророки и библейские герои Исаия, Давид, Еремия и Иосия. Храм также является усыпальницей. В частности, в нем находится гробница Карла Эммануэля I Савойского. С этим местом связана еще одна легенда. Когда-то здесь было расположено скромное средневековое святилище. В 1592 году охотник по имени Джулио Сарджано случайно выстрелил по изображению Богородицы, которая, согласно легенде, начала мироточить. Охотник раскаялся и начал большой сбор средств, чтобы исправить ущерб и искупить свой грех. Желая построить на этом месте новый храм. Дорогие друзья, это было просто замечательное приключение. Это было, наверное, самое лучшее путешествие в моей жизни. Наверх к куполу, к небесам. Это просто непередаваемые эмоции. Когда я спустилась сюда, я смотрю сейчас наверх и просто поверить не могу, что я была там, на самом верху. 52 метра. Я смотрела сюда вниз и просто не видела людей, потому что у меня на глазах наворачивались слезы и по телу шли мурашки. Вот сейчас я уже спустилась вниз. И это просто, правда, непередаваемые ощущения. Приезжайте сюда. Я просто от всей души искренне советую вам приехать сюда и увидеть все своими глазами. Сокровище архитектуры, культурное достояние региона Пьемонт и всей Италии бесценны. Наши программы открывают для вас неизвестные и малознакомые уголки Италии, чтобы вы также могли почувствовать и оценить всю эту красоту и великолепие. На этом наше путешествие по Викфорту не заканчивается. Сейчас мы отправляемся туда, где сочетание тонкого вкуса, невероятного аромата и первоклассного мастерства прилагает легендарный продукт, известный во всем мире. Ах, это сладкое слово – шоколад. В Викфорте ему подсвечен целый музей. Пойдемте? Шоколад в Пьемонте – это сказка. Горячим и ароматным его подают в лучших исторических кафе города, таких как, к примеру, бичерин в Турине. Пьемонт и шоколад связывают давняя история любви. Началась она изобретением конфеты «Джандуйотто» в Турине в конце XIX века, а продолжилась в Альбе, где после Второй мировой войны в 1946 году Пьетро Феррера запатентовал шоколадный батончик, который можно было резать на кусочки. Его начинка – мягкий шоколад и фундук из Альбы – была усовершенствована в 60-х его сыном Джованни Ферреро. Он стал легендарным шоколадным мастером Италии, изобретателем популярных во всем мире шоколадных яиц «Киндер» и шоколадно-ореховой пасты «Нутелла». Эта паста стала предметом настоящего культа, в том числе и в кинематографе. Впрочем, отличным шоколадом славится весь Пьемонт, а не только его столица. Многие города региона соревнуются за славу лучших производителей шоколада и конфет. Музей шоколада расположен в знаменитом Чоколаканда. Экскурсия с гидом покажет вам этапы обработки какао и страсть Сильвио Бессона к шоколаду. Уникальный опыт, где можно по предварительному заказу посещать кулинарные и кондитерские курсы. Музей шоколада Сильвио Бессона – это частное учреждение в одноименной компании «Шоколатье», расположенное в Викафорте, в 100 метрах от великолепного святилища Монтис Регалес. Первая комната посвящена миру какао. Здесь представлены некоторые небольшие саженцы какао из Эквадора, Венесуэлы и Танзании. Сопровождается клумбой бурбонской ванили, на которой растут новые побеги, а также бананы, ананасы, папайя, финики, личи и так далее. Все это является собой небольшой внутренний питомник. Комната оборудована большим экраном, на котором вы можете путешествовать глазами ребенка, мечтавшего стать шоколатье и проделавшего большой путь. Это уникальный опыт. Здесь вы можете попробовать и почувствовать запах более чем 44 сортов какао со всего мира и через специально подготовленные бункеры из плексана. Перед выходом вы можете заглянуть в магазинчик, где сможете купить понравившийся шоколад и насладиться чашечкой горячего шоколада. Очень советуем. По-настоящему интересным и невероятно вкусным является ассортимент десертов и бесконечный выбор шоколадных батончиков и шоколадных конфет, производимых на месте. Бонжорно! Бонжорно! Очень приятно познакомиться. Меня зовут Лана. Приятно, я Сирия. Что мы сможем приготовить сегодня из моего любимого итальянского шоколада? Мы приготовим шоколадную лаву. В Италии этот десерт обычно называют тортина. Да, все верно. Итак, нам понадобятся удобные глубокие миски. Выливаем в дно 5 желтков, 50 грамм сахара и щепотку соли. Хорошенько все размешиваем венчиком. Нам нужно взбить первую массу вот так, вот так. Отлично. Теперь берем всего лишь 25 граммов муки. Почему так мало? А зачем нам больше? Это будет очень какой-то странный пирог, если они добавляют туда всего лишь 25 граммов муки. Это очень мало. После муки мы добавили в первую массу ложку оливкового масла и растопили шоколад. Теперь осталось смешать все вместе? Да, но все по порядку. И очень аккуратно. Эти кексы любят заботу. Шоколад растворился и впитал в себя оливковое масло. Можем вмешивать аккуратно в первую массу. Вымешиваю по кругу очень медленно. Скорость нормальная? Да, вполне, но никогда не останавливайся. Меня проверяют, смогу ли я остановиться. Это игра такая, видимо. Видишь, у меня все получается. Хорошо. Теперь поставь на стол и не останавливайся. Это очень важно. Ни за что не останавливайся. Реально в игру играем. Окей. Окей. Какой чудесный аромат шоколада. Не терпится попробовать. Вливаем взбитые сливки. Вот так. Вот теперь я поняла, почему она ему так мешала. На самом деле это очень трудно, потому что тесто уже стало совершенно другой консистенции, как желе. Буквально за пару секунд. Настоящий шоколад. Хорошо. Мой намного лучше выглядит. Настоящая шоколадная шкатулка. Приятного аппетита. Пожалуйста. Это было просто прекрасно. Настоящая паприка шоколада, которая просто поражает воображение. Пожалуй, лучшего места для сладкоежек не найти. Вика Форта влюбил в себя с первого взгляда. Необыкновенно красивый, величественный город, где вполне себе мило соседствует и богатая история, и духовность, и культура, и еда. Это стоит того, чтобы увидеть. А мы отправляемся дальше. Открывают для вас неизвестные талии. Впереди еще больше приключений. Ариедачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok